Так, ну продолжаем заниматься маленьким тюнингом для вот этого забавного карабина, пистолетного патрона. Для любого оружия, нарезного, нужна точность, кучность, избавление от подброса, несмотря на то, что пистолетный патрон достаточно малый по импульсности, но этим он тоже несколько грешит. Поэтому вместо вот этого стандартного дожигателя дульного, попробуем установить, предварительно распаковав сегодня, вот такой вот дульный тормоз-компенсатор закрытого типа, многофункциональное дульное устройство Supra K8, такого вот производителя. Основная цель попытаться избежать подбрасывания и улучшить кучу, насколько это будет работать на наших отечественных патронах, на нашем отечественном оружии, покажет там только отстрел. С другой стороны, дульное устройство тоже отечественное, поэтому должно как-то работать нормально. Соответственно, возможно какой-то побочный эффект, который связан с тем, что звук от выстрела будет чуть-чуть тише, потому что он, в общем-то, закрытого типа, наверное, здесь газы как-то будут остужаться и звук при этом будет теряться. Хотя это не основная функция, а приборы бесшумной стрельбы, глушители и прочее для гражданского оборота в целом у нас в стране не приветствуются, то есть запрещены. Поэтому такой вот промышленно выпускаемый дульный тормоз-компенсатор для стабильности стрельбы. Сейчас распакуем и будем испытывать на нашей САЁжке. Поехали! Так, вот подавался он такой вот запечатанный, написано открывать здесь. Кто-то пытался нахтем скрыть. То ли продавец, то ли там кто-то еще на складе. Но не получилось. Все заклеено на производстве. Должен здесь быть полуинтегрального типа. Многофункциональное дульное устройство Supra K8. Что ж, попробуем, откроем, посмотрим, что там происходит. Так, здесь у нас такая вот штука, заламинированная с печатью. Идентификационный номер у нее какой-то. В заключении эксперта, предоставленное исследованием дульная насадка МДУ Supra K8 не является прибором для бесшумной стрельбы. Баллистическая экспертиза. Печать. Подпись. Вот. Еще есть какая-то, значит, бумажка. Заключение эксперта. Диплом эксперта. Назначение. Инструкция по эксплуатации. Дементификационный номер. Гарантия. Бла-бла-бла. Вот такое вот цельное, неразвинчивающееся устройство. То есть, обслуживать его и чистить, видимо, не получится. Сейчас мы его немножко померяем. Так, ну вот длина у нас этого изделия получается вот до сих пор где-то 166 миллиметров. Чуть больше, чем 16,5 сантиметров. Ну и, соответственно, полностью это будет где-то 17,3 сантиметра. Диаметр у нас получается где-то 36-37 миллиметров. В наибольшей части диаметр, соответственно, где-то 43 миллиметра. А также взвесим. Взвесим, сейчас сбросим. 156 грамм. 156 грамм весит. Не так, что много. Но она в целом сделана из какого-то композита, там, пластика, непонятно. То есть, явно это не сталь, может быть, ну, какая-то дюраль. Но такое ощущение, что есть какие-то композитные материалы тоже присутствуют. Так, пытаемся насадить ее вместо штатного пламя-гасителя. Вот, ну, резьба вроде подходит, это уже большой успех. Так, чтобы производитель не накосячил. Соочность проверить, ну, достаточно тяжело будет. Надеемся, что при первом выстреле часть дюльного устройства не вылетит вместе с пулей. Вот, значит, что можно сказать. Устройство потеряло, в общем-то, в компактности. В сложенном виде оно теперь имеет длину, соответственно, практически 72 сантиметра. Ну, в таком виде оно стрелять не может. А с разложенным прикладом длина увеличивается до, фактически, 97 сантиметров. Для того, чтобы понять, как это будет работать, надо поехать в тир и сделать соответствующие замеры по кучности. Может быть, какие-то другие замеры. Скоро мы туда поедем. Вот, ну, такой-то набалдашник, достаточно из нетвердого металла на небольшой резьбе. В общем-то, не добавляет какой-то уверенности. Можно ударить там и сломать погнуть, наверное. Может быть и нет. Эксплуатация покажет. Но сюда совершенно очевидно напрашивается уже какое-то длинное цевьё, которое желательно заходило бы частично за вот этот дульный тормоскомпенсатор закрытого типа. Ну, кроме того, с длинным цевьём можно практиковать какой-то более удобный такой, более спортивный хват. Вот, ну, это какие-то дальнейшие такие мечты, изыскания, добавки. А сейчас погнали в тир. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА